Лаэндл Арт зажмурил глаза и схватился за голову. Похоже, отходняк от пережитого заявил ему о себе головной болью. Я рад, что он в порядке и не торопился начинать разговор. Успеется еще. Сейчас, наверное, только у меня одного на все поселение с мозгами более-менее в порядке. Да и то можно поспорить с этим, все же ярость еще не остыла. Женский батальон все еще кучкой сидит. Не знают, что делать. И, похоже, не верят в произошедшее только что. Нужно свалить отсюда раньше, чем они придут в себя. Когда они осознают, что потеряли своих мужей и отцов, соберутся рядом с кучей тел и начнут выйти. Не хочу этого слышать. А быть свидетелем и наблюдателем тем более. Однако оставлять этих троих без защиты нельзя. Обезумевшие бабы вполне способны обвинить своих защитников с учившимся. Ведь команда Бороды – такие же люди с новыми возможностями, как и бандиты. Сможет Арт отбиться один в таком состоянии? Думаю, что нет. Значит, ждем и надеемся, что ступор женского племени будет подольше. Кто ты? Арт, наконец, справился с головушкой и задал вопрос. Он меня не узнал? Ах, да, я в шлеме и темных очках. Ну, так они со стороны выглядят. Вроде тренировки. Я залпом выпил остатки кофе и поставил кружку рядом. Оттянул и зафиксировал очки на шлеме. Удобно, кстати, сели там, как будто форма каски или сами очки специально проектировались для такого. Давно не виделись, Арт. На лице парня ничего, кроме изумления, не было. Да, с последней нашей встречи не прошло и недели. А столько всего произошло. Думаю, они тоже пережили немало. Захант, это ты? Тебя не узнать. Нет, его мозги ещё слабо варят. Одежда моя изменилась незначительно. Шлем вообще всё ещё тот же. Помяты, правда, немножко. Ага, поистрепался чуток. Вот и вся разница. Он повертел головой, не соглашаясь. Нет, у тебя радужка глаз жёлтого цвета. А, жёлтые глаза? Схренали. Я огляделся в поисках зеркала и, конечно, его не нашёл. Пожёл плечами. Ну и ладно. Чего-то жёлтых моргал не видел. Бывает. Хохотнул, а он иронично покивал головой. И потёр свои глаза. Посмотрел на своих друзей. Вздохнул. Я, кстати, видел твоё сообщение, но ответить не успел. Всё так завертелось. Мы так и не добрались до части. Столько всего произошло. Его прервал стон Касси. Она пришла в себя. Жалкое зрелище невозможно худой девушке. Как бы ни сломались у неё кости. От простейших усилий. Вон какие руки тонкие. Она села, мутным взором посмотрела на свои сохшиеся руки, поморщилась. Материализовала бутылку с водой и стала жадно пить. Мы с Артом смотрели на неё и ждали хоть какой-то речи. И дождались. «Где этот пидор?» «Это её первые слова? Серьёзно? И вообще, кого она имеет в виду?» Арт спросил. «Ты о ком?» Касси посмотрела на брата, потом на меня. Подняла бровь. «Привет, Зах. Шикарные зенки!» Перевела взгляд на Арта. «Я про того ублюдка, который подпалил меня. Где он?» Похоже, ей не слабо досталось от проявителей огня. Вон сколько ожогов на теле. Арта глянул по сторонам, увидел лежащее тело первого атакованного умной парня и показал пальцем на него. «Вон». Касси посмотрела в ту сторону, в руке появился небольшой серп, а лицо исказило гримаса ярости. «Никуда не уходите, я сейчас». Встала и двинулась в сторону трупа. Что-то мне в один момент стало неуютно как-то. Девушка сейчас совсем не похожа на ту, с которой я ходил в данж на пригородных лис. Сейчас это скорее ведьма с кровавыми амбициями. Неужели способности целителя так подействовали? Или есть иная причина? Арт проводил сестру печальным взглядом. «Ей сейчас тяжело, слишком много плохого увидало». Девушка что-то крича била серпом лежащее тело. Кровь брызгала во все стороны. Да уж, она умеет отводить душу. Хорошо, что я успела собрать добычу со всех убитых мной противников, поскольку после касси, я уверен, от конкретно этого тела мало что останется. Ей бы передохнуть пару дней в спокойном месте. Молодые девушки очень тяжело переносят потрясение. И даже такой боевой валькирии, как сестра Арта, требуется отдых. Кстати, она же не хотела больше воевать. Ещё и способность мирного порядка взяла, что пошло не так. Ответом не был голос Бороды. «За этим мы и пришли сюда. Но всё пошло не по плану». «Спасибо, Захант, ты нас спас». Борода сел и осматривал свои новые руки, шевелив пальцами, не веря в чудо. «Конечно, чудо. За пятьдесят касс их опыта. И ведь не потребуешь обратно. Помощи у меня не просили. Собственная инициатива. Эх, доброта моя. Рад, что вы все в порядке. Вообще, как чувствуете себя?» Нужно было поскорее удостовериться в их нормальном состоянии. Женщины начали приходить в себя. Ну да, деревенские бабы покрепче городских кисейных барышень. Если фифа будет просто в ступоре после подобного, то провинциалка напротив. «Удариться в слезы, воя от потери. Нафиг мне этот концерт. Еще сам всплакну. Есть, дико хочется. А так, вполне ничего. Можно жить». «Спасибо, Арт. Теперь можно свалить». «Хорошо. Тогда я забираю тот грузовик. Я отъеду недалеко от поселения». Борода спросил. «Ты не останешься?» «Нет, это не мои проблемы. А еще я не выношу женского плача и воя. Начинаю сочувствовать и переживать о потере, как их близкий родственник. А это, сам понимаешь, не к месту». Встал и пошел к зеленому тентовому грузовику. «Какая ладная машинка». Сзади раздался голос кассе. «Захант, подожди». Я не стал останавливаться. Но она нагнала меня и обнялась сзади, останавливая. «Спасибо. Если бы не ты, мы бы погибли. Спасибо». «Ого, она умеет благодарить?» В лесу явно подохла не меньше стаи волков, а то и целая популяция. «Не думала никогда, что скажу такое, но потолстей поскорее». Меня отпустили, и я обернулся, улыбаясь. «Что мне нужно сделать?» Она, похоже, не поверила или не услышала, что я сказал. «Потолстеть тебе не помешало бы, худая как мумия». От попытки сделать им непощечину, я отскочил назад, продолжая уверять девушку. «Мужчины любят мясо, а не кости. А ещё худых легко похитить. Будь в безопасности, жри». Она смотрела в себя и ужаснулась своему виду. Полагаю, Кассия от истощения потеряла не меньше десяти, а то и двадцати килограмм. Как бы её теперь ветром не сдуло. Посмотрел на Арта с бородой. Смотрит на нас, переговариваются. Что они теперь делать-то будут? Останутся в поселении и будут помогать, чем смогут? Не самый лучший план, ибо вывезти в безопасное место. Вот только куда? Не Конаковалов уже. Хотя это их дело. Мне бы свалить отсюда недалеко, а там посмотрим. «Кассия, эй!» Девушка отвлеклась от осмотра того, во что превратилась. «Я отъеду от деревни недалеко. Если что нужно будет, я у выезда на трассу». Она махнула рукой и пошла к брату. «Ну вот и хорошо». Подойдя к грузовику, глянув в салон. Опа, человечек за рулём. «Кто такой?» Перезарядив в инвентаре пистолет, открыл дверь и взял водителя на прицел. Выстрела от него не боялся. Щит прикроет. А если у него там обрез, то даже моя ловкость снаряжения не спасёт. После действительного выстрела потеряю голову, но об этом старался не думать. Однако пронесло. Парень явно там сидит не по своей воле. И, судя по запаху, успел насмотреться и передумать множество сценариев своей судьбы. Смотрит на меня очумелыми глазами и трясётся от страха. Осмотрев его, я понял, почему он не сбежал. Наручники на правой ноге были сцеплены с длинной цепью, которая была пропущена через крепление кресла. «Что за нахер? Это современное рабство? А если я постреляю, ты что?» «Гори, раб! Ты отлично послужил своему господину!» «Да, вон, тому в канаве. Да-да, именно тому, с простреленной головой». «И что мне с ним делать-то?» «Да я обгадил он вместо водителя. Вонять буду». «Бля, забыл помыться. Но сейчас от меня пахнет лишнимытым телом. А сяду за руль, завоняем говном». «Что же, будем считать этого парня временной и очень пахучей системой бортового автопилота?» «В наш медвежий угол пришли инновации. Специфические, правда, кустарные. Корма ещё требуют. Но, блин, не в дерьме же сидеть». «Ты хочешь жить?» Смысл моих слов дошёл до него не сразу. Похоже, не сладко пришлось парню. Сообразив, что от него хотят, он энергично закивал. «Тогда вывези меня из поселения». Он снова закивал и завёл мотор. Я встал на ступеньку, посмотрел на то место, где бросил матрас. Касси с братом о чём-то переговаривались, и смотрели, как борода разминался. Однако не прёт мужику с конечностями. Второй раз уже привыкает к новым. Но лучше вот так, чем совсем без них. Однако вовремя свалил. Бабы со своими детьми, паломниками, пошли к горке мёртвых тел. «Сейчас ссора будет. И ведь не успокоишь. Тут выплакаться нужно основательно». Остановившись недалеко от самых крайних домов, где не было слышно последствий трагедии, я спрыгнул на землю и открыл дверь грузовика. Парень смотрит с надеждой, и его всё ещё немного трясёт. Как его освободить? А чего тут думать? Материализовал мачете и рубанул по цепи. Лезвие наполовину ушло в металлоавто и треснуло. С трудом удалось не переложиться головой о борт грузовика. Цель достигнута, но я потерял своё оружие. Не ожидал, конечно, предполагал абсолютную бессмертость мачете. Оно вон и как получилось. Отойдя немного назад, поманил парня. Он, не верив в благоприятный исход, медленно выбирался. Его можно понять. Пока парень перекован к креслу водителя, его убивать просто глупо. Невольный водитель, почему бы и нет, а? Но мне он неинтересен. Меня машина интересует. И то, что по тентам. А лично водитель слишком накладно. Корми его ещё. Вот он встал напротив меня, смотрит с вопросом в глазах. «Убивать себя я не стану. Ты сейчас мне расскажешь, как дошёл до такой жизни. И можешь проваливать. Понятно, спросил?» Он гивнул и, запинаясь, стал рассказывать. По его сбивчивому рассказу, получалась плохая ситуация для мирных жителей провинции. По сути, ничего нового, что я бы не знал или предполагал. Но в конкретику он меня посвятил. Начиная с его статуса до всего этого. Заключённый. Мошенничество. Назорни сразу обозвали петухом и чморили весь недолгий срок отсидки. Ему повезло. Пернатая беда грозой сверкала молниями лишь неделю. А потом мир изменился. На следующий день бунт, и у тюрьмы новый владетель. Во время грандиозной поляны в честь нового порядка владетели решил добавить празднику девочек. Пошла экспансия по соседним поселениям. Бывшие заключённые отрывались вовсю. Грабежи, насилие, убийства. В общем, всё, что возбредёт в голову. Такие, как этот парень, кто не желал присоединяться к празднику жизни, были избиты и понижены до низшей иерархии. Естественно, низшей среди своих. Не знаю почему, но отпускать и на волю бывших зэков владетель не захотел. А вот приковать к машине и вообще использовать по-всякому, это легко. В итоге парень оказался прикован к баранке. Три дня ада немнамного лучше, чем судьба петуха на зоне. Постоянная жажда, невозможность выйти до ветру и неустанное давление безнравственных негодяев. Иной раз хотелось устроить аварию, но не хватало духа. Спросил о команде бороды, рассказал. Когда зэки приехали в поселение, уже собираясь уезжать, пришла группа бороды и обстреляла их. Первая атака была неожиданной и фатальной для всех, кто был на улице. Прикованному водителю хватило ума спрятаться под баранкой, и дальнейшие события он пропустил. Ясно, понятно. Свободен. Можно было еще многое у него узнать, но шкурный интерес еще чаще обращал на себя внимание. Я косился на тенту грузовика. Что там есть? Надеюсь, еда. Голод уже прочно поселился в животе и всячески требует к себе внимания. Парень же решил залезть обратно за руль. Нет, пешком, свободен. Машина моя. Он не спорил, вздохнув, осмотрелся и, глянув на свои штаны и отметив запах, поплелся обратно в деревню. Даже спасибо не сказал. А мне это нужно было? Определенно нет. Но я почти уверен, что если парень покажется на глаза безутешно воющим бабам, его ждет плохое будущее. Главным образом это будет короткое будущее. Но мне плевать. Забросил в кузов и увидел всякое разное добро. Мебель, одежда, предметы, гигиены и подобные необходимые в интерьере вещи. Это похоже на добычу, которую везут в замок из Рейда в темные земли. Наверное, я не слишком ошибся в предположении. Все же не просто так авторитеты себя владителями назвали. Да и география местности вкупе с функцией архитектуры и места задержания напоминает замок Лорда. Вокруг тюрьмы просторы с угодьями для охоты, уйма населенных пунктов с простыми жителями. Знаю себе, собираю брок с народа. Охоться в данжах, запрещая это делать мирным жителям. Да воюй с таким же соседом за территорию. Все как в старых сказках. О, а вот и еда. Похоже, грабанули ларек и свалили все в один ящик. Покопаемся. Батончики, чипсы, водка. Ее в инвентаре. Такие вещи нужно хранить. Бартер, он и после конца света бартер, не умрет никогда. А когда на Земле продукты с эпической историей, сделанные до появления интерфейса, станут редкостью, то народ многое отдаст, лишь за бутылку водки, созданную руками человека, а не системы. А ведь и где-то есть и вино многолетней выдержки, которая даже на рынке инфосферы стоит больше, чем не обошлось зелье для бороды. Сколько будет стоить оригинал на Ауксоне? Думаю, что чертовски много. Набрав в инвентаре разных батончиков и минеральной воды, сел, свесив ноги с края кузова и просто ел, наслаждаясь вкусом. До ночи еще несколько часов, сколько времени потребуется местом, чтобы попрощаться с покойниками и прийти в себя. Думаю, не стоит надеяться на гостеприимство и лучше решить с местом ночевки самостоятельно. Поспать в машине будет лучшим вариантом, тут даже мебель есть, только немного подготовить место нужно. Накидали твари хлама без отсылки к Тетрису. Темнота. Вопрос только, где моя импровизированная спальня будет находиться? Она ж мобильная и вездеходная. Поселения оставаться стрёмно, могут прийти залетные, пока будут спать, да и от местных неизвестно чего ждать. В данж сходить и зачистив его, там же прикорнуть? Хорошая идея, но, блин, докатились. Аномальное место гораздо безопаснее населенного пункта глубинки. Тут, блин, по определению ничего происходить не должно. Ну вот я лишил жизни нескольких человек, а сейчас я живу в грузовике, на котором они сюда приехали, и думаю, куда его отогнать, чтобы нормально в нем же и поспать. Идиотизм. Кстати, о лишении жизни, в частности, о моем тогдашнем состоянии. Походу, я озверел, когда бежал спасать знакомых. Даже глаза изменились. Кстати, как они сейчас? Недалеко валяло зеркало. Глянул. Вот же погони. Зрачки остались прежними, а вот радужка все еще желтая. Выглядит, конечно, круто, но какого хрена они вообще поменялись? Может, заразился чем-нибудь скверным? Да нет, система бы рассказала. Значит, тут нечто иное. Может, так и набедренная повязка действует? Все же в названии указан зверь, и описание подозрительное, прям намекающее. Ну ок, допустим, это она виновата. Значит, я своим озверением поднял свои параметры, бездумно напал, а думать начал только, когда плащ показал свое мастерство владения мечом. Что из этого следует? А то, что не будь у меня щитопраны, покромсал бы меня тот гад. Хотя там он изначально был в невыгодной позиции. Все же после боя с командой бороды ему неслабо досталось. А тут я прискакал, весь такой свежий и наглый. В будущем нужно будет внимательнее и осторожнее с прокачанными бойцами. Слишком серьезные это противники. Поискал покрывало, и, найдя его, пошел к месту водителя. Накинул тряпку на кресло. Ну, хотя бы так. Ну, не знаю я, как почистить все, чтобы запах исчез. Только прикрыть. Так, прежде чем свалить, нужно предупредить бороду. Мало ли. Карта у меня закончилась ровно в тот момент, когда пятый зэк попытался меня расстрелять. С тех пор прошло изрядно времени. И можно снова включить. Мне определенно нужен предмет с бонусом на восстановление энергии, чтобы держать карту включенной постоянно. Вообще-то, удачно получилось. Походя, сложился план на развитие способностей. Первым делом автономность карты и расширение ее функций. Мне кажется, она может куда больше. Далее, щит прана. Уже сейчас он автономен и способен отразить очередь. Правда, пока очередь, но не шквал. Значит, необходимо больше модулей защиты. И один атакующий. Может, даже для щита какую-нибудь третью задачу надумать можно. Но не сейчас. Карта показывает хреновую картинку в деревне. Касси тащила обосравшегося парня в мою сторону. А Арт с бородой пытались помешать добраться до него обезумевшим бабам. Навредить женщинам они не хотели. И поэтому нет-нет. Да и одна прорывалась и била беднягу палкой. На парне уже живого места не было. Я предполагал такой исход. Но не думал, что мои знакомые впрягутся за пацана. Однако ошибся. Что за люди, а? Не, ну что за люди? Да нет, хорошие они люди. А я мудак и поступлю, как и положено мудаку. Перезарядив автомат, побежал им на помощь. Там ситуация накалялась и начинала перепадать уже защитникам парня. Увидев своими глазами творящийся самосуд, выпустил в воздух очередь. Наведя мушку на испугавшихся баб и продолжая приближаться к бороде, утирающему крив со своего лба, заорал. А ну пропали в своих халупах! Живо, мля! Они посмотрели на меня, поняли, кто перед ними, и одна дородная представительница визгливо проорала. Это падаль должен сдохнуть! Он один из них! Не мешай нам, щенок! С моим появлением Касси не перестала тащить парня и уже нормально оторвалась от толпы. Удивительное зрелище, невероятно хрупкая девушка тащит парня на голову выше и как минимум тяжелее, чем она, килограмм на сорок. Борода и Арт подбежали к ней и, схватив парня под руки, уже с нормальной скоростью потащили его от озверевших баб. Дает мне все права урегулировать конфликт? Чудно. А ну стоять! Вскрикнула, похоже, главная гидша всей этой толпы и дернулась вперед, не желая отпускать добычу. Подчиняясь стадному чувству, за ней пошли остальные. Мой автомат изрыгнул очередь, прошедшую свинцовым веером по их ногам. Часть из женщин повалилась, вереща от боли. Поступил я плохо? Возможно и так, но если взял в руки оружие, нельзя бояться его применять. Да и не фатальные такие ранения теперь. Сто минут, и ты полностью здоров. Ну, если запасов еды хватит. Все же для организма, нужен строительный материал, хоть и не так много, как раньше. Главное, теперь они поняли, что качать права бессмысленно. Нет, те, кого пуля миновала, проклинали меня, на чём свет стоит, но идти за жизнь обосранка боялись. А это именно то, что мне от них нужно сейчас. Так что мы договорились. И я, развернувшись, потопал грузовику. Там меня уже ждали. Арт сразу же спросил. «Зачем ты в них стрелял? Они же обычные люди!» Волнение на лице парня. А он не сильно изменился, в отличие от сестры. Та сидела, как и я, недавно, свесив ноги с кузова и что-то жевала. Молодец, это единственное, что должно сейчас волновать девушку. Борода сидел рядом с ней и в руках держал уже наполовину погрызенный брусок сала. Вроде восстановление конечностей должно проходить без последствий, но всё же мужик все конечности потерял, а это серьёзная травма, даже для новых реалий. Обосранец лежал неподалёку. Ран стало заметно меньше и скоро парень придёт в себя. Да, можно было просто уговорить. Борода, ты их советуешь уговорить? А, ну да, для него же эти бабёнки, считай, ровесники. Мужчины от сорока бывает уже не интересуются молодыми девицами, а предпочитают барышень себе по возрасту. Отсюда и более мягкое отношение к ним. Видимо, борода из таких. Зато теперь тишина и они сюда не идут, боятся. Да и желания уговаривать их не было. У них же сейчас горе, зачем ты так? Тогда почему вы не отдали засранца им? В ответ спросил я у него. Не понимаю, сами спасали парня, получая весьма чувствительные удары, а теперь мне что-то предъявляют. Ну, можно же было как-то помягче. Эх, борода, ты добрый человек. Я и поступил мягко, никого не убил, лишь прострелил ноги, оклемаются уже сегодня. Он вздохнул, не желая продолжать спор. А мне нужно было кое-что уточнить. Кстати, борода, я хотел с тобой связаться и система мне написала, мол, нет такого. Ты что-нибудь об этом знаешь? Да-ка, мое прозвище не борода. Ворай я. Хотел я бороду выбрать, но занято было. Вот так вот. Хм, занято? Что-то припоминаю. Ах да, точно же. Тот спецназ, который нон-стопом защищал данжи. Среди них в рейтинге был один с ником борода. Это что же, тот спец погиб? Как умудрюсь это? Глянул рейтинг, поискал остальных из команды. Отыскал лишь иглу, и то в семитысячной позиции с восемнадцатым уровнем. Как могли погибнуть такие люди? Они же профессионалы, которые вдобавок упакованы бонусными вещами и оружием. Что-то там нечисто. Напишу-ка я ей, мол, сожалею об утрате, и если могу помочь, то сделаю, что могу. Отправил. Я не боялся, что меня попросят поделиться опытом. Поделюсь, если надо. Вот жопы чувствуют, там требуется помощь. Я могу её оказать. Зачем мне это? Не знаю, но ощущение похоже на случай с Каспером. Кстати, я же ещё Арту писал, он не ответил. Чё так? Посмотрел на него. Парень сразу понял, о чём я хочу его спросить. Я уже говорил. Мы так замотались, что некогда было отвечать. Каси с Бородой странно посмотрели на Арта. Девушка спросила. Братец, а когда ты собирался нам рассказать, что Захант тебе написал? Не дождавшись ответа, она обратилась ко мне. А мне почему не написал? Не надо хлопать своими страшными моргалками. Я что, недостаточно для тебя серьёзно? М? Уперла руки в бока и пыталась обжечь взглядом. Верно. Ну, а чего скрывать? Я действительно её считаю безответственной особой. Арта Борода закивали, подтверждая. Девушка посмотрела на этих предателей с удивлённым видом. Потом махнула на меня рукой, сказав. Зато я не такая зануда, как ты, Зах. Резко отвернулась и продолжила жевать шоколадку. Где интересно она её нашла? Я был уверен, что выгреб всё, а выходит, что нет. Так вы были в части наковалова? Мне, по сути, это знать уже не нужно, ибо возвращаться в ту военную часть нет никакого желания. Но ведь интересно же. Нет, так всё закрутилось, что не до этого было. Арта пожал плечами. Что же вас задержало? Мне было очень любопытно, что сумела отвлечь Касси и Арта от поиска безопасного места. Так рвались туда, девушка даже обиду затаила, когда получила от Бороды отказ в помощи по блату. А ещё мне дожуть интересно, какого ляда сам Борода всё ещё с ними. Доробители, Захант! Арта вздохнул. Ага, встречался с ними, неприятные типа. У меня зачесалось место, куда попала пуля этой группировки. Похоже, это может вырасти фобию. Буду бояться пулевых ранений, как огня. Ну нет, этого ещё не хватало. Меня и Касси они в рабство хотели взять. Напали, обездвижили шокерами, связали. Хорошо, Борода рядом был, выручил, а то превратили бы нас в безвольные вещи. Арта вздохнул. Похоже, с трудом вспоминаете ужасные события. Мудаки они. Вместе с нами ещё несколько людей было. Эти твари всех без разбора берут, даже детей. Но это-то понятно. Если есть покупатель, то должен быть и товар, который удовлетворяет требованиям заказчика. Люди разные бывают, и это нормально, что встречаются негодяи, которые заходят себе в имущество ребёнка. Такое бывало и в мирное время, а в нынешнее подобная дикость вообще обычное дело. А здесь вы как оказались? Я был воплощением любопытства, ответил Борода. К наковальне шли под крыло, да вот помочь и здешним приспичило. Не рассчитали мы. С магами куда сложнее воевать. Захан, как ты их одолить-то смог? И что мне им ответить? То, что серьёзный противник у меня был только один, а остальных благодаря зверению элементу неожиданности грохнул. Повезло, не увидели сразу, не успели среагировать. В подробности Боя решил их не посвящать. Незачем. Борода, ты способность-то себе взял? Борода уныло покивала. Что такое? Неужели ошибся в выборе? Чего это ты так расстроен? Дерьмовую магию взял? Он вздохнул. Да я нормальную выбрал. Телекинез. Только слишком много ограничений у него. Вес, контроль, живую плоть не могу поднимать. Словом, особо не разгуляешься. Чего это он недоволен? Рамки не слишком жёсткие. Чтобы бросаться людьми против их воли, не нужен доступ к телу. Хватай за одежду и бросай. С весом можно знанием физики решить. Рычаг никто не отменял. Вариантов масса. Борода, хочешь, я дам тебе контакт того, кто, возможно, перекинет для тебя массу вариантов использования телекинеза? В обход его ограничений. Он оживился. Да, давай. Ник Сарост или Григорий Сергеевич, как тебе будет удобно. Просто напиши, мол, Захант посоветовал. Как эксперта в этом вопросе. Если не откажет, то выдаст массу убойных и годных вариантов. Тогда я сейчас же и напишу ему. Борода сел и завис. Эво, как он сосредоточен. Мне бы так концентрироваться. Сразу и без остатка. Видимо, очень хочется мужику освоить магию. Детская мечта? Возможно. А вот у меня такого нет. Даже обидно как-то. Арт, куда думаете отправиться? Он подумал и ответил то, что я услышать не хотел. К Наковалову, конечно. Думаю, сейчас везде так. Он махнул в сторону деревни. А ты куда? С нами? Этот вопрос стоило ожидать. Не, насмотрелся уже на нее. Вы поосторожней там. Арт напрягся, но Кося опередила его с вопросом. Она нас все же слушает? А что не так-то? Ее интерес понятен. Безопасное место, где есть закон. И он не даст слабой девушке пропасть, в мужской тяге многого добиваться силы. Хотя, если говорить отдельно об этой девушке, волноваться по этому поводу не нужно. Она же хил. А как и любая основная дисциплина магии, лечение вариативно. Так что Касси вполне может не исцелять, а калечить. Надеюсь, она очень скоро догадается об этой стороне монеты. Помните мою ласточку? Они помотали головами. Ах да, они же не видели ее. Ну, тогда так. Приехал я туда на машине с Хабаром, и на следующий день она оказалась разбита, а добро украдено. Никто из находившихся поблизости людей и слова не сказал. «Безопасник, отвечающий за беженцев, был в курсе этого, но запретил мне убивать воров, однако дал добро на избиение. Вещи я-то свои вернул, но ушел оттуда». Братья с сестрой переглянулись. «А чего так?» спросил Арт. «Во избежание. Мне все больше начинает казаться, что я поспешил с уходом, но пока возвращаться не хочу, не тянет, ну вот совсем не тянет. Тело засранца зашевелилось. Наконец пришел в себя. Все обратили на него внимание, он открыл глаза, с трудом принял сидячее положение, мутым взором осмотрелся и попросил. «Есть что поесть, умирая с голоду». Я кинул ему несколько батончиков шоколада и бутылку воды. Этого добра у меня теперь много, раз на десять поесть. Он жадно отпил воды и, не боясь подавиться, стал пожирать еду. Все молчали, как-то при нем не хотелось обсуждать что-либо. «Может, из-за того, что здесь, сейчас мы все из-за него, ждем теперь, когда это недоразумение заговорит?» Я бы не прочь узнать, почему он пошел к бабам. «Нет, понятно, что парень совсем дурак, но все же, возможно, засранец имел план». Который провалился, конечно, и чуть не стоил ему жизни, но все же планно. К концу его трапезы я по карте увидел, как к нам подходят женщины из деревни. Оружия у них не было. Видно, просто что-то им от нас требуется. Я сделал своим знак, мол, молчите. Дождался момента, пока не потребовалось карты, чтобы увидеть эту делегацию, и повернулся в сторону группы женщин. Когда до нас им оставалось метров сорок, у меня в руках появился автомат. Я демонстративно передернул затвор и многозначительно, смотря на эту коллегию судей, положил его на плечо. Оскалился и всем видом пытался им показать, как я хочу увидеть плохой вариант развития событий.